Всем привет, дорогие друзья! Вышла новая мега обнова в игре Реал Персити на андроид. Это версия 1.4.5 бета. Давайте разбираться более подробно. Давно не было новых обнов, и вот, наконец-то, разработчик что-то выпустил. И не просто что-то, а прям реально крутое обновление. Вы только посмотрите на эту новую графику, сразу бросаются в глаза эти яркие блики. Когда я только обновил, зашел, я офигел, думал, нифига себе, что за графика. А потом начал читать список того, что находится в этой новой версии. И там было написано, что разработчик добавил новую графику. Ну ладно, давайте по порядочку, не торопясь, а будем разбираться, что к чему. Ну, список, читаю, новое авто М6. И сразу проверяем. Три полосочки, выбор авто, ищем М6. Вот. Ой-ой-ой-ой, это же Мерседес. Сейчас посмотрим, какой он быстрый или же не быстрый. Так, выезжаем и просто-напросто газ в пол, и смотрим на ее красоту. Ну, пока что все хорошо. О-о-о, на этом Мерседесе эти вот, нифига себе. А я думал, на каком же автомобиле такая будет система. Оказывается, на этом Мерседесе М6. Так, давайте посмотрим со свободной камеры на эту машину. Не, ну выглядит она... Э! Это же не Мерседес, это BMW! Ё-моё! Вот я тупанул жестко. Не, ну, сзади она реально была похожа на Мерседес. А я, когда перед увидел, сразу понял, что это BMW. И, тем более, М6. Все, ребята, извините. М6. Блин, я ее не так уж и часто вижу, эту М6. Но вот М5, мне кажется, выглядит симпатичнее, чем М6. Это чисто мое мнение. Хорошо. Тут мы с вами немножечко разобрались, что это не Мерседес, а BMW. А вот теперь новый автомобиль Мерседес Е63. Ну-ка, ребята, напишите, есть ли фанаты этого автомобиля здесь, кто смотрит этот ролик. Ну да, Е63 есть Е63. И даже выглядит он так брутально. Поэтому просто-напросто газ в пол и смотрим на его красоту, так же, как и на BMW М6. Пока что все хорошо, быстро разгоняется. Очень быстро, свободная камера. Не, красота, ребята. Очень красиво, брутально выглядит Мерседес Е63. Если сравнивать с М6, то, конечно, Е63 выглядит лучше. Но если сравнивать с Е63 с М5, то уже тут вопросы спорные. Это чисто тоже мое мнение. Вы можете свое мнение написать в комментариях. А мы двигаемся с вами дальше. Новая модель ВАЗ-2106. Но я, к сожалению, ее не нашел. Потому что, смотрите, ремонт. Видите? Она на ремонте. А другой шестерки просто-напросто нет. Но зато есть новая моделька авто 21099. Выбираем. Посмотрите, какая она новая, да? Больше всего похожа просто-напросто на новую графику. И все. Так, вид в салоне. Так, хорошо. Ой-ой-ой-ой, красавица. Двигаемся дальше, смотрите на другие новые модельки. Получается, новая модель разработчика. И также новая моделька Xiaomi 085. Нажимаем выбор авто. Вот разработчика машина. Посмотрим. Нет, все четко. Разраб на ней наводит суету. И мы теперь в его игре будем наводить суету. Кататься не будем. Быстренько, быстренько. Теперь нажимаем на телефон. Нажимаем Duck Art App. Транспорт. Выбираем Xiaomi 085. И давайте посмотрим на эту новую модельку. Выезжать тоже не будем. Быстренько, быстренько. Потому что есть другие системы, на которые нужно быстренько посмотреть. Хорошо. Все выглядит очень круто. Мне нравится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите. Вот это да, да? Просто жестко, жестко подняли. Жесткая, красивая моделька. Так, новая модель. Посмотрели. Карта Снежная долина. Давайте выберем что-нибудь такое внедорожное. Допустим, я не знаю. Lexus 570. Офигенно, да? Нажимаем на телефон. Теперь нажимаем сюда. Выбираем карты. И вот Снежная долина. Многие ее помнят. Или не помнят. Но вы знаете, что теперь на этой карте тоже можно навести суету. Все, газ в пол на Lexus 570. Да, на нем чисто на такой карте офигенно кататься. Просто эта карта раньше была типа как секретная. И нужно было использовать код специальный, чтобы ее открыть. Ну а сейчас она для всех. Выбирайте, катайтесь, наводите суету. И все. Ладно, что на ней кататься. Вы ее знаете. Давайте двигаться дальше. Новая графика. Все уже увидели. Задание и автозвук. Да, автозвук. Вот здесь вам нужно объяснить все более подробно. Чтобы не было никаких проблем с автозвуком. Выбираем эту карту. Пусть пока что Lexus у нас будет. Или давайте поменяем автомобиль. Допустим, ну не знаю. Блин, какой наугад? М5 и 60. Так, задание. Как они делаются? Нажимаем на телефон. Выбираем приложение Duck Art App. И вот задание. Жажда скорости. Разогнаться на 2170 до 200 км в час. Все, выполнили задание. Нарушитель. Устроить погоню на семерке, протаранив полицию. Как только вы все задания пройдете, выполните, вам откроется секретный автомобиль. Что это за автомобиль, я пока что не знаю. Но нужно пройти, чтобы его открыть. И потом здесь, наверное, появится этот секретный автомобиль. Дальше. Музыка. Нажимаем на музыку. И тут будет такая табличка, что папку нужно создать. Специальную папку. Показываю, как это делается. Смотрите. Находите Android. Открываете папку Data. Тут у нас файлы. Открываете папку эту. И тут вы создаете эту папку. Вот я пишу. Просто-напросто смотрите. Делайте так же, как и я делаю на этом ролике. Все, создали папку. И сюда закидываем любую музыку. Как только все закинули, заходите в игру, открываете этот плеер. Если надписи нету, значит все нормально. Если есть надпись, значит вы что-то сделали не так. Потом нажимаете на Play. Можете убрать телефон и уже наводить суету. Допустим, вот так. Вот сейчас покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Но это еще пока что не все. Разработчик также добавил реалистичный ручной тормоз, графические настройки и исправление различных ошибок. Ну что, давайте посмотрим на ручной тормоз и также посмотрим на новые графические настройки. И будем завершать обзор этой новой мега обновой игры Real Per City на Android. Так, подождите. Давайте выберем другой автомобиль. Допустим, 210. Хорошо. Заводим и проверяем ручник. Сразу даже и не бросится это все в глаза. Но вы знаете, что система работает. Я еще не осознал, как это все происходит. Нет, да, ребята, чувствуется ручной тормоз, как он реалистично срабатывает. И вот графические настройки. Открываем телефон. Настройки. Графика. Отражение в реальном времени. Также вы можете отключить тени или же включить. Смотрите сами, чтобы ничего не зависало. Вот так выглядит графика, когда у тебя все стоит на максималках. А именно, эти отражения в реальном времени. Но FPS реально проседает. И даже на моем телефоне, и даже на вашем. Просто смотрите и настраивайте все по себе. Ну и как бы все, ребята. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok